МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это такая жизнь. И новость с пометкой срочно. В Кореновске открылось метро. Теперь местные жители, избегая многокилометровые автомобильные пробки, буквально за считанные минуты смогут добраться от самых окраин до центра города. Метрополитен оборудован по последнему слову техники. Скоро в вагонах появится бесплатный вай-фай, да и вообще проезд доступен даже самым малообеспеченным гражданам. Оксана Кочура решила прокатиться на единственной в крае подземке. Прежде чем отправиться в Кореновск, мы зашли на сайт метрополитена. Он, кстати, довольно удобно сделан. Здесь есть информация и о самом городе, указана стоимость проезда и график работы. Есть также и схема линии. Их три. Красная, зеленая и синяя. Все очень просто и понятно. Не думаю, что у нас возникнут какие-то трудности. Поиски метро в Кореновске начались с площади Ленина. Это центр города. На карте, которую мы заранее распечатали, указано, что рядом находится станция с одноименным названием. Не увидев ничего похожего на вход в метро, мы пошли дальше. Обойдя несколько раз площадь, вернулись на исходную точку. Как поступают в этих случаях все туристы, мы решили спросить у местных. Правда, погоду для этого мы выбрали крайне неудачную. Начинался дождь, людей было немного. Не знаю, лапочка, здесь метро нет. Здесь по лифте не ходят. Ногами ходят. Некоторые прохожие не скрывали удивления. Ну, разве может быть на 46 тысяч населения метро? Вы что, миллион, главное быть, населения в городе. То есть искать бесполезно, да? Да вы что, ну не чудите, ради бога. А может на карте метро опечатка? Вот, например, улица Пурыхина. Есть такая вообще в Кореновске? Ну, а как до Пурыхина добраться, например? Пурыхина. Прямо по Красной, через речку. И на горы подняться, там метров 200. И направо, и налево Пурыхина. А на метро никак не доберешься? Да, просто на самом деле. А дождь-то усиливается, прохожих становится все меньше. И похоже, что наше расследование зашло в тупик. Люди на остановке советуют воспользоваться наземным транспортом. И карта наша намокла. Но мы так легко не сдаемся. И тут одна из горожанок радостно находит на схеме знакомую улицу. Заречная, я знаю, что. Да? Вот видите, рядом с вашим домом как раз станция метро находится. А вот случайно встреченный на улице топограф с уверенностью заявил. Нет и не может быть в Кореновске метро. Он точно бы знал. Мы топограф все знаем. Карты секретные, где, куда и что. То есть быть такого не может? Вы извините, девушка. Если вы мне не поверите, то хоть кого спросите. Ну вот и дождались. Нас послали. В ближайший парк. Сказали, что там можно найти все, что угодно. Сейчас парк не работает, но местный сторож не теряет бдительности. Вот где-то здесь должна быть станция, вход в метро. Не подскажете, где здесь может быть? Где? Ну, она здесь секретена, потому что здесь военный объект. Но он не будет. Точно? Конечно. А вы откуда знаете? Я здесь работаю. Так перед нами впервые забрежила надежда. Но встреченный через несколько минут прохожий быстро вернул нас на землю. От Фрунзе до парка тут 200 метров. Тут даже просто, если логически поразмышлять, даже вагон один, если станет два, он будет на протяжении двух станций. Что-то не похоже, что здесь мы можем найти вход в метро. Вай-фай на зиму тоже отключили. Но его значок не мог не привлечь наше внимание. Вот этот вот значок, я думаю, что очень похож на жетончик Кореновского метрополитена. Мне кажется, что это не случайно. На сайте Кореновского метрополитена написано, что жетоны и схемы проезда, причем на 12 языках, можно купить в любой кассе. Найти бы только саму кассу. В этой, которая под замком, только билеты на аттракционы. Мы близки к отчаянию. Неужели зря потратили весь день? Найти в Кореновске метро совершенно невозможно. Нет ни кассы, ни указателей, просто какая-то черная дыра. Обращаемся в прислужбу метрополитена, чтобы задать главный вопрос. Где находится хотя бы один вход в ваше подземное царство? Необходимо направить запрос на имя начальника Кореновского метрополитена Семернёва ЛЕ. Значит, вот кто здесь всем заведует. Сайт, во всяком случае, в порядке. Кореновский метрополитен открылся 11 октября 2012 года. Он состоит из трех линий, которые соединяют центр с промышленными окраинами. Немало сказано на сайте и о перспективах развития. В приоритетах у метростроевцев продление первой линии метро в станицу Плотнировскую, а также строительство на зеленой ветке станции «Спортивная». Также в ближайшее время планируется обеспечить все станции метрополитена услугой беспроводного доступа в интернет. К тому же Кореновский метрополитен обещает оперативно реагировать на все вопросы журналистов. Ну что, посмотрим, а пока продолжим поиски. Ну вот это вот единственные рельсы, которые нам удалось здесь найти, но они явно не подземные. Удача улыбнулась внезапно в лице девушки, которая только что вышла из метро. Вот она, буквально выйдете за ворота и пройдете направо. И что там будет? Там метро? Ну да, вот данный парк. То есть там вот действительно вход в метро находится? Да, 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 именно там. Вот, прямо и направо. А вы точно в этом уверены? Конечно. А сколько стоит проезд? 8 рублей, очень дешево, удобно, конечно. Обычная маршрутка 12 рублей стоит. А тут за 8 рублей экономия. Я обычно проездной беру. Чем больше, тем дешевле получается. А станции внутри красивые? Ну, обычные, я бы не сказала, что не московские. Да? Ну сейчас посмотрим. Спасибо большое. Спасибо за помощь. Мы тут же кинулись искать вход на станцию метропарк. Как сказала нам девушка с жетончиками, ей-то уж точно можно верить. Значит, из парка нужно выйти и повернуть направо. Но, похоже, мы пошли по ложному следу. Так, ну здесь тоже, я не вижу, чтобы было, было что-то вообще похожее на метро. А может быть, что вы не знаете, а метро есть? Ну, все в наше время может быть. Мы того не знаем. Бывает все и под землей, тут входы и выходы. День близился к концу и продолжать поиски в темноте смысла не было. Но отступать не хотелось. Мы решили обратиться в местную администрацию. Там-то уж точно должны знать о существовании подземной транспортной системы. Я думаю, что, наверное, разработчикам данного документа необходимо было учесть какие-то указатели, чтобы мы могли спокойно, без чьей-то помощи найти станцию метро. Глава Кореновска признался, ему было бы интересно познакомиться с создателем этого проекта. У меня только положительные эмоции, потому что, если эта идея, если эта задумка, скажем ли, так вот, выдумка, привлекает хотя бы одного инвестора, просто реального инвестора в город Кореновск, который услышит о этом городе, то это, конечно, ребята уже трудились не зря и могут продолжать в том же направлении. Когда мы выходили из городской администрации, пришел ответ из прислужбы метрополитена. Нас попросили перезвонить по указанному номеру в Санкт-Петербург. Чтобы посетить станцию метро, надо спуститься по эскалатору вниз и сесть на поезд и доехать до нужной вам станции. Ага, хорошо. А почему тогда вы не установили указатели, которые бы помогали, например, в поиске? Это наше упущение. Мы, в принципе, работаем над этим, потому что все-таки бюджет метрополитеновый не совсем большой, и мы себе не можем позволить такую роскошь, как указатели. Но я думаю, что в будущем году мы обязательно внесем этот пункт стативы в бюджет нашего метрополитена. У Владимира Калинина мы выяснили, что он не только пресс-секретарь, но и создатель метрополитена. Он родился в Кореновске, но затем переехал в Петербург. Там каждый день Владимир Калинин, спускаясь в подземку, думал, вот бы и в родном городе построить такое. А потом взял и построил. Сайт Кореновского метрополитена не единственный на просторах интернета. Есть такие в Липецке, Набережных Челнах, Новочеркасске, Калуге и Караганде. Городские власти обычно к таким проектам относятся с пониманием. Мы все понимаем, что это такая удачная, наверное, шутка. Брать на баланс виртуальную подземку их никто не заставляет. И так, проведя серьезное расследование, побывав во многих точках города, пообщавшись с его жителями и даже с главой, мы со всей ответственностью можем заявить, в Кореновске метро нет. Оксана Кочура, Игорь Долматов и Максим Мурзинов. Такая жизнь. Это была такая жизнь. Подписывайтесь на наши новости в социальных сетях. Мы ждем вашей истории по телефону 254-22-33 или на адрес live.tv собакамейлеру. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова